Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня в выпуске. FTC получила отказ в апелляции на обжалование решений Федерального суда США по покупке Activision Blizzard. Sony все же подписала договор на продление выпуска серии Call of Duty на консолях PlayStation. Журнал Edge поделился новыми подробностями предстоящей Star Wars, Alploss и многое другое. Студия ACGT раскрыла сроки премьеры аниме Ненасытный Берсерк. Выход первого эпизода сериала должен состояться в октябре текущего года. Более точная дата пока не указывается. Разработчики Gunsmith Simulator объявили день релиза проекта в раннем доступе Steam. Он появится в магазине Valve уже 19 июля. Напомним, игра предлагает пользователям взять на себе роль виртуального оружейника, выполняющего в своей мастерской различные заказы, к примеру, ремонт, обновление и настройка. Все в соответствии с потребностями клиентов. Юстер Пикчерс представили свежий трейлер Ова по спин-офф манге Азур Лейн Квинс Водерс. Выход аниме, состоящего из двух частей общей продолжительностью около 48 минут, ожидается 27 июля на Blu-ray. Появилась информация о приостановке производства сразу нескольких фильмов. Так, по словам журналистов, в связи с забастовкой актеров на паузу поставили съемки следующих проектов. Venom 3, Beetlejuice 2, Миссия невыполнима 8, игровой ремейк Лилой Стич, гоночный фильм Апогей. Сроки возвращения команд к работе пока неизвестны. 9-й окружной суд отклонил вторую апелляцию Федеральной торговой комиссии США. Вынесенное ранее решение все так же остается в силе, позволяя Microsoft и Activision Blizzard завершить сделку. На фоне этого в сети стало появляться все больше информации о том, что покупка будет закрыта в ближайшие сроки. В частности, цифровой скульптор и художник по кинематографическим персонажам и созданиям Activision Blizzard Джамир Бланка на своей странице в Твиттер сообщил, что слияние будет закрыто уже на текущей неделе. Официальных заявлений от представителей компании пока не поступало. Microsoft и Sony официально подписали соглашение по сохранению выпуска игр серии Call of Duty на консолях PlayStation. Анонс на своей странице в Твиттер опубликовал глава Xbox Филл Спенсер. В посте он не уточнил срок договора, однако его позже раскрыла руководитель отдела глобальных коммуникаций Xbox. В беседе с изданием The Verge она подтвердила, что контракт продлевает договор на 10 лет. При этом она отметила, что такие условия распространяются только на серию Call of Duty. Позже информацию подтвердила и сама Sony. Студия анимации Oz официально анонсировала второй сезон аниме-адаптации Ранабе «Биско Ржавоед». Никаких подробностей о продолжении, включая дату премьеры, пока нет. Напомним, сюжет оригинала рассказывает о поражении Японии, быстро распространяющейся ржавчиной. В центре события кажутся сильнейший охотник за грибами «Биско Акабоси» и доктор Мила Некаянаги, которым предстоит отправиться на поиски гриба Ржавоеда, способного исправить ситуацию. Издание Edge опубликовало интервью с творческим директором грядущего экшн-приключения Star Wars Art Loss от Ubisoft Джулианом Гарретти. В рамках материала он рассказал некоторые подробности о планетах и персонажах. В частности, стало известно, что карта одной планеты по размерам будет сопоставима с двумя или тремя средними зонами из Assassin's Creed Odyssey. Все локации создавались в вышную. При разработке команда полностью отказалась от использования процедурной генерации. Получить доступ к некоторым зонам и квестам можно будет только в случае хорошего уровня отношений с фракцией, контролирующей территорию. Пользователи не смогут свободно летать над поверхностью планеты. Игра позволит приземляться только в конкретных точках. Также Гарретти поделился информацией о зверьке-компаньоне по имени Никс. По механикам, питомец представляет собой что-то среднее между роботом-пауком из Watch Dogs, Элизабет из Bioshock Infinite и BD1 из Star Wars Jedi Survivor. Релиз Star Wars Art Loss намечен на 2024 год, пока без точной даты. Авторы новой дилогии по РНБ «Этот глупый свин» назвали дату премьеры второго фильма. Он появится в прокате в кинотеатрах Японии 1 декабря. Напомним, предыдущая лента вышла 23 июня. Новые картины станут адаптацией 8 и 9 томов оригинального произведения. Разработчики пошаговой тактической RPG Warhammer 40 000 Chaos Gate Demon Hunters анонсировали бесплатное обновление. Оно должно будет добавить в проект новую группу противников Tainted Suns, обладающую высоким уровнем здоровья, легким доступом к мутациям, однако же низкими показателями брони и сопротивлений. Среди них будут Чумной Хирург, Зверь Нургла и Рой Нурглингов. Помимо этого, ожидается появление нового варианта экипировки для Серых Рыцарей. Релиз расширения намечен на 25 июля. Team 17 опубликовали новый геймплейный тизер предстоящей инди-игры Moving Out 2. В ролике разработчики продемонстрировали локации, основные механики, а также прохождение головоломок. Напомним, релиз Moving Out 2 ожидается 15 августа на Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Студия Mechanics VoiceOver объявила о сборе средств на создание русской локализации для первой Dying Light, которая в отличие от второй части получила только перевод интерфейса и субтитров. Команда намерена собрать 500 тысяч рублей, отметив, что для старта работы потребуется 50% от этой суммы. Также сообщается, что всего насчитывается более 12 тысяч файлов, общей длительностью превышающих 13 часов. Издатель P-Cube совместно со студией Electric Monkeys анонсировали хоррор When The Light Dice. Он представляет собой игру на выживание с элементами Руглайт. Сюжет расскажет об одиноком выжившем, оказавшемся в мёртлых пустошах. Разработчики отмечают процедурно сгенерированный мир, достаточно широкий арсенал оружия, позволяющий противостоять волнам противников, необходимость зажигать костры и пополнять свой масляный фонарь для борьбы с тьмой, а также следить за показателями температуры и голода. Если игрок не сможет поддерживать освещение на достаточном уровне, то рассудок персонажа будет ухудшаться, что приведет к появлению более опасных монстров. При уничтожении последних герой будет поглощать их души, обретая новые мощные способности. Даты релиза пока нет. А теперь календарь событий на завтра, вторник, 18 июля. Для Diablo 4 выйдет специальный патч с классовыми изменениями. В SnowRunner стартует 10 сезон. В раннем доступе Steam выйдет песочница Coreborn Nations of the Ultra Core. Будут закрыты сервера Deathverse Let It Die. И состоится релиз приключенческой головоломки Viewfinder. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали или же встретили нас впервые. А также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по всему услышанному сегодня. Также напоминаем, что у нас есть канал в ТикТок, где два раза в день выходят короткие сводки новостей. И группа в Телеграм, где доступен весь наш основной контент, включая подборки скидок на игры для разных платформ, календарь событий на каждый день и периодические короткие обзоры на игры, фильмы и сериалы. Ссылки на оба сообщества в описании под видео. Большое спасибо и до новых встреч!